хочу с тобой поделиться одной интересной информацией ты читал книгу даниил даниил библии наверное что помнишь там историю о том как выходоносору приснился там сон такой щекой на за таки потом позвал там всех чародеев чтобы они ему рассказали сомн и истолковали ни один из чародеев не смог ему рассказать о том какой что он приснется на водоноску даниил просил даниил тоже подпадал приказ после этого того когда не смогли когда ему пересказать до истории вот это вот пересказать не смогли показал уничтожить всех еще всех вот этих вот чародеев магов значит даниила в том числе вот данил просил телохранителя значит царского дать но попросить значит чтобы он царя попросила уединенция значит с царем тут пришел значит когда он говорит подожди не убивай да я попрошу значит всевышнего бога о том чтобы он значит открыл тайну твою хорошо даниил приснился тот же самый самым шел значит царю рассказал ему сон рассказал значение данного ходоноса сказал воистину твой бог и реален вот в этом сне был и стукан я поначалу думал но на тот момент моего сознания это была правильная информация я думал что это государственность система отчасти так часть не совсем есть более глубже то есть это так но не совсем есть более глубокая ответь на вопрос ответ на вопрос где находится реально государственность просто подумай просто как следует подумай посиди так по кумека поразмышляй где реально находится любая государственность где начинается реально патриотизм где реально начинается хорошем смысле гордость за свою страну где это все начинается неужели где-то внешне где-то вот отдаление от тебя она не начинается где-то там госдуме но начинается именно внутри тебя в твоем сознание не пытаюсь тебе сказать потому что давай как круто должно быть внутри это не должно быть внутри это истукан это идол это система где она находится в твоем сознании хорошо может быть тебе не находится в другом человеке оно не может находиться где-то вне убери всех людей с планеты земля хоть что-нибудь хоть что-нибудь останется от государственности любой ничего совершенно ничего не будет людей на планете земля не будет государственности ты скажешь чушь теперь людей уничтожить убрать нет ни в коем случае помнишь в этом видении во сне был камень оторван от горы ударом в этого истукана или от чего он там был оторван не по не помню но факт то что камень был оторван ой камень ударил выступал в общем смысле камень конечно же это символы шоу хома шеха но опять же тут глубже есть кое-чего есть кое-что глубже понятие осмысления этого просто до отдельно взятого какого-то человека которого называют богом я сейчас не говорю я верю что бог ну я говорю как бы со стороны сейчас как будто бы это какой-то отдельно взятый человек взял и далеко от правды то частично правда она маленькая правда далекая правда правда но далеко далекая от реальности реалистичности хотя то что я тебе скажу чуть позже об этом это также немножко есть еще более наверно глубже вот этот вот идол государственности идол системы идол вот этот вот построено все это внутри человека внутри человека в твоем сознание от рождения вкладывали определенные мысли определенный патриотизм определенно пришивали тебя к определенному государству и определенному образу мысли и ты не должен был выходить за рамки их с некоторыми людьми можно разговаривать и они тебя посчитают за идиот хотя будучи сами рабами они находятся в рабстве им не нравится это рабство но они соглашаются с ним и живут и для них это неизбежность из которой они не могут выйти как белка в колесе бегают по кругу думают что проживают чудесную прекрасную жизнь как утешу хама шеях частности как я сейчас говорю это истина истина которая приходит в твое сознание и которая разбивает иллюзию ложь матрицу матричные блоки в твоем сознании которые тебе вложили туда заблокировали твое сознание и иногда некоторые вещи когда тебе говорят твое сознание не в состоянии переработать их потому что стоит блок и ты дальше не можешь думать так вот когда приходит истина когда приходит еще хама шеях лично как бы вот какое-то существо к тебе пришло истина информация с неба истина которая приходит осознать осознание которое приходит к тебе в твое сознание оно начинает разбивать и уничтожать идол идол системный внутри тебя внутри меня не подумай я не пытаюсь сейчас сказать я чем-то тебя круче ни в коем случае я точно так же получаю свою тольку освобождение раз за разом отец освобождает меня истиной которая приходит с неба папа папа расшибает пух и прах идола а как бы это тебе объяснить это не какое-то особое изображение да типа ты там походил в православный храм и там вот какие-то изображения и ты им кланялся и вот как бы бог тебя освобождает от этого вот поклонения внешнего да нет я вообще вовсе не об этом я даже не о том что у меня в жизни есть какой-то идеал перед которым я преклоняюсь и как бы папа открывает мне о том что это не идеал вовсе не об этом есть некоторые вещи в нашей жизни которые вложены у нас еще в днк и и ты родился в это тело вышел из утробы матери уже с некоторыми вещами которые реально не папой прописаны в тебе и ты сам не понимая того чего то хочешь такого я не говорю что она правильно или неправильно но но по сути дела является иллюзией матрицей тьмой еще как-то говорил фразу вещь или про него и он сказал креститель что суд же состоит в том что свет пришел в мир но люди более возлюбили тьму матрицу иллюзию нежели свет истину суд там дальше сказано потому что дела и были злые я думаю что здесь как-то немножко можно об этом подумать люди люди более возлюбили иллюзию в которой они находятся они находятся в иллюзии и им это нравится но не просто нравится они получают некую выгоду находиться в матрице и из за того что они находятся в этой матрице любят ее обожают ее они обманывают других людей и за счет этого живут выживают в этой матрице им это нравится и еще рассказал о том что дела их злые они возлюбили тьму и они не хотят прийти к свету чтобы не обличились их злые дела потому что они не в боге из тела это и есть идол находясь в матрице люди находятся идоли находятся в системе которая находится в их сознании и они сами обмануты и других обманывают делают делают частью этой матрицы системы лжи тьмы это передается из поколения в поколение уже следующее поколение рождается и они думают что это реальность что тьма в которой они пребывают это реальность что другого не дано им пишут удачные книги сказки истории про то как золушка вдруг познакомилась с принцем и у ней потом счастливая жизнь пришла такая фея и все кто читает эту сказку начинают завидовать я тоже хочу и не понимают о том что это иллюзия это нереальность если случается такое как случилось там то случается не по какой-то случайности какая-то там непонятная деваха была которая бомжара можно сказать и вдруг принц ее увидала она обрела счастье такого не бывает ты где-нибудь такое видел кроме как в кино это может это может быть один из миллиарда сексиллионов раз один единичный какой-то случай и произошел и то знаешь я как-то смотрел кино там очень хороший пример был когда одна девочка оказалась в бедной семье а она по сути дела имела породу по своему корни из царской семьи в царской семье знали об этом она должна была прожить определенный этап жизни находясь в той бедной семье чтобы ну я так понял по фильму иметь заботу о народе она должна была пройти не зная кто она что она потом конечно же когда она достигла определенного возраста ей стали все открывать и обратно ее позвали но не позвали кого-то другого если даже брать этих принцев да вот принцесс это люди живущие за счет других люди живущие за счет того что другие зарабатывают тяжелым трудом ты хочешь сказать что это хорошо вот ты ходишь на предприятие или работаешь где-то платишь налоги то есть твои кровные заработанные деньги и там где-то сидит депутат имеет серьезные машины хорошие имеет хорошую зарплату которой ты бы позавидовал чьи деньги за счет чей за чей счет он живет а тебе же рассказали о такой красочной жизни воров в законе что они живут за счет других людей но на самом деле если заглянуть поглубже у них жизнь ты не увидишь там ничего привлекательного кроме денег и то если ты осознаешь что такое деньги и то они тебя не будут они тебя не будут привлекать это я немножко так тебе сказал пример такой привел что откуда вообще берется вот эта вот матрица как люди вообще живут в ней вот человек живет в иллюзии хочет построить начитавшись вот этих вот книжек о принцах принцессах о прочем бреде он жить начинает не реальной жизнью а жизнью матрицы и иллюзии и пытается и у него не получается ломается судьба ломается жизнь ломается все в жизни вот и впоследствии обретя семью у него становятся какие-то проблемы и вместо того чтобы их преодолеть решить а он не в состоянии их решить потому что иллюзия ему говорила одно он не получил это он разочаровывается значит начинаются рушится семья страдает все страдает вся жизнь и теперь немного и еще по сути дела а я сейчас говорю в контексте не личности еще а в контексте истины информации он 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 и он есть информация истины и когда ты получаешь откровение ты получаешь толику истины толику реальности информацию которая разрушать начинает иллюзию и ложь в твоем сознании она начинает разрушать а ту неправду которую ты верил что это правда но он то знает что это неправда когда он тебе открывает он не открывать все сразу он открывает постепенно чтобы не сломать тебя и не уничтожить потому что если он тебе откроет все сразу твое сознание просто подсознание как там да оно просто не в состоянии будет выдержать и здесь можно просто даже будет некоторым умереть это просто потому что сознание люди некоторые люди знают и человек один кунгуров да есть он рассказывает интересные вещи я толком не знаю верует ли он в еще или нет но во всяком случае человек достаточно продвинутый ум и он рассказывает такую вещь что некоторые люди когда слышат информацию которую он говорит он достаточно умные вещи говорит раскрывает правду о некоторых событиях прошлого которые официальная история умалчат считая что этого не было вот то некоторые люди как он говорил они просто начинали спиваться после того когда слышали правду то есть человек который живет в иллюзии и если резко его вытащить из этой иллюзии и открыть ему реальность да глаза на реальность посмотри ты же в иллюзии а с некоторыми людьми может произойти глюк и они просто не способны будут дальше нормально то есть человек не способен некоторые люди не способны просто переварить информацию и просто оценить все нормально и продолжать любить семью продолжать жить продолжать может быть работать но уже с другим осознанием с другими мыслями потому что по сути дела ты не можешь сейчас услышав правду услышав реальность тогда ты в иллюзии пребываешь в сознании вдруг ты слышишь правду у тебя что-то йог ты понимаешь что да я всю жизнь жил в иллюзии я всю жизнь обманывали я всю жизнь верил в то чего на самом деле не было просто это сделано все в мировом масштабе чтобы население планеты зомбировать таким образом зомбировать таким образом чтобы оно было в рабстве у какой-то кучки идиотов вдруг человек сознает и у тебя два выхода либо попытаться переварить потому что осознание должно прийти ко всему человечеству тогда мир изменится если к отдельным личностям приходит мир полностью еще пока не изменится но может быть вот такими небольшими этапами человек за человеком человек за человеком постепенно человечество перейдет в совершенно иное измерение иное состояние мышления начнет думать по другому начнет думать реальностью потому что даже если взять в расчет тот момент что планета земля на планете земля вернее распятие и шоха на шеха было например если я сейчас скажу такую информацию да не две тысячи лет тому назад а тысячу так как как ну ты уверен то что все события в хронологии во вся история хронологические события которые тебе преподавали это правда ты уверен что от распятия еще прошло две тысячи лет ты уверен скажешь да уверен тебе это он сказал скажешь нет а почему ты так уверен что две тысячи лет прошло если ты возьмешь расчеты есть одно видео где там пацаны сидят и рассчитывают ну пацаны уже в возрасте конечно ну как в возрасте за 30 лет сидят и рассчитывают говорят даже если по максимуму взять всего человечеству лет ну скажем одно и не до потопа до потопа вот этого но его все люди были уничтожены как бы потопом люди не люди кто там был неизвестно может быть там вовсе не люди были увидев бог правильно один всего лишь человек остался несколько семьи люди остальные все не люди что все демоны воплоти откуда я знаю не знаю ты не знаешь я не знаю давай я не буду что ждать и вот от ноя 1700 там с небольшим летом от ноя ну хорошо евреи там можно посчитать по библии евреи там как-то высчитывают но это можно высчитать какое-то количество лет хорошо но а от распятия и шоа ма шеха ты можешь подсчитать у тебя есть какие-нибудь хронологические события которые действительно вот там этот родил тогда там хотя бы до родословная ведется в писании по ней можно посчитать сколько лет там можно например здесь как ты можешь высчитать здесь даже примерно сложно высчитать если сейчас люди историки продолжение в следующей части в следующей части в следующей части в следующей части